Шо вы головы, гаситесь? Давайте, как обычно, 3 новости за 3 минуты и будем двигаться дальше. Компания Xiaomi решила отказаться от своего бренда Mi. Таким образом, компания будет называть свои смартфоны просто Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13 и так до бесконечности. Суббренд Redmi также останется, также будет иметь свой нейминг. Они заявляют, что в большей мере это сделано для того, чтобы придать значение своему бренду, потому что суббренд Mi, он больше использовался для западных рынков и сейчас это не имеет никакого значения. Вот, хорошо это или плохо, в принципе, абсолютно плевать. Как обычно, подражают айфону с их iPhone 11, iPhone 12, будет Xiaomi 11, Xiaomi 12. Как бы ничего нового в этом нет. Ну и прежде, чем мы будем двигаться дальше, я попрошу вас подписаться на канал, потому что вы слушаете или смотрите на мышу, а это, как вы знаете, не очень красиво. Поэтому давайте тыцните в эту кнопку, колокольчик, напишите, может быть, что-то и будем двигаться дальше. Sony обновила немножко свой PlayStation для рынка Австралии, и при этом ничего никому не сказала и нигде не написала. Но австралийский игровой сайт Press Start заметил это и решил хайпануть на этой новости. Все журналисты подхватили, в том числе всякие блогеры-неудачники, как я, и рассказываем вам об этом. Так вот, обновленная PlayStation 5 отличается серийным номером. Там у них нолик заменен на двоечку. Также в новой консоли присутствует винт, который позволяет без использования отвертки снять или установить подставку. Потому что раньше обязательно нужна была отвертка, сейчас же там такая пластиковая шляпка, которую можно открутить или закрутить руками. Также, что немаловажно, консоль стала весить меньше аж на 300 грамм, нежели оригинальная версия. И это, как бы я вам скажу, немало, потому что 300 грамм это по-любому пострадало либо охлаждение, либо блок питания, либо что-нибудь еще. Вот, все остальное осталось без изменений. Я вообще не знаю, какой смысл было об этом говорить, но все хайпуют, и я хайпанул. Ну и напоследок, как обычно, такая более шутейская, либо какая-то еще не очень серьезная новость. Это то, что Блумгер заявил, что Apple тестировала подэкранный Touch ID в iPhone 13, но отказалась от него в пользу будущего Face ID, который встроен подэкран. Хорошо это или плохо? Скорее всего, это хорошо, потому что все знают, что Face ID работает идеально, и если он будет подэкраном, будет вообще супер. Хотя мне, в принципе, челка и сейчас не мешает, и все с этим норм. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели и послушали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и не теряйтесь.